Всем привет, это Михаил Кобзарь, ProLand TV. Говорят, китайцы перестали копировать западные технологии и начали делать свои уникальные девайсы, то есть пошли по своему пути. Сегодня я проверю, так ли это, и в эфире ProLand TV открытие, компактный микшер от компании RGB Link, который называется Mini Pro. Название, конечно, у микшера довольно оригинальное, Mini Pro, но все-таки он работает и работает весьма неплохо. Микшер RGB Mini Pro довольно компактный, у него приятно тяжелый корпус из металла, сверху панель с кнопками и экраном, сзади коммутационное поле, справа дополнительные разъемы, ну и слева у него крепление под резьбу. Еще в коробке есть блок питания, кабель USB 3 и адаптер для установки микшера в удобное место на фирменный кредл или на какой-либо штатив. Посмотрим ближе на новинку. Верхняя панель, слева у нас качелька зума, она же громкость, кнопка Shortcuts, миниатюрный сенсорный экран для просмотра видео и вызова меню. Кнопка меню, джойстик PTZ, четыре кнопки для выбора источников и ручка T-Bar. Сзади кнопка включения, вход питания USB-C, четыре входа HDMI и выход HDMI. Справа вход и выход аудиосигнала миниджек, сетевой разъем, два порта USB для записи материала на флешку и подключение к компьютеру для захвата сигнала. Весит микшер всего ничего, грамм 200, он у меня уже подключен. Сейчас три источника, первая это моя основная камера, вторая это PTZ камера, RGB-Link, я расскажу о ней в другом ролике. И третий у нас это как раз источник сигнал моего компьютера, то есть три источника. И как видно здесь, все три кнопки подсвечены таким белым цветом и активная кнопка у нас красная. Это вы можете видеть на мультискрине, который работает тоже в нескольких режимах, как в превью. Видно все источники, превью, мастер. Так, в полной программе. И также можно вызвать испытательную таблицу, ГЦП и любой из входов вывести отдельно на этот экран. Микшер работает с сигналами на вход до 4К 60 кадров в секунду, но внутренний тракт и выход у него в Full HD 60 кадров в секунду. Картинку вы видите на моем мониторе, все без проблем работает на мультискрине. Здесь и на экране самого микшера все прекрасно видно. И, кстати, если посмотреть внимательно на мультискрин выходной, то внизу под источниками написано разрешение. Full HD с моей камеры основной, 30 кадров в секунду, Full HD 60 кадров в секунду с 5TZ камерой и с компьютера это 4К 60 кадров в секунду. Очень интересное решение это экран. То, чего недостает многим моделям микшеров, портативных устройств, потому что, допустим, если у вас нет экрана, то все настройки приходится делать с компьютера, ну или со смартфона в некоторых случаях. Здесь же экран выполняет функцию не только просмотра, но еще и переключения. Здесь тачскрин. И он не только для переключения, естественно. Меню. Также все на микшере. Это очень удобно. Правда, экран маленький, и иногда можно промазать пальцем, но все прекрасно работает. Справа кнопка меню, слева у нас Shortcuts. Об этом тоже позже. Функций у микшера очень и очень много, и возможностей также очень много. Вкратце пройдемся по меню. Слева у нас кнопка Shortcuts. Это быстрые функции. Сначала видно презеты. Они нужны для быстрого вызова раскладок, оверлея, например, картинки в картинке, и положение PTZ камеры. В основном меню много иконок. Тачскрин, конечно, удобен, но он не очень отзывчивый, и надо к нему привыкнуть. Огромное количество настроек. Давайте пройдемся по ним всем. Нажимаем кнопку меню, и видим картинка в картинке, PTZ, Views, Key, Effect, Audio. Еще раз нажимаем меню, Video Out, Record, Mode, Settings и логотип. Все это прекрасно работает. Если нажать меню еще раз, то появляется опять же главный экран с просмотром источников. Но если вы застряли в меню и задумались, что же там сделать, то через примерно 30 секунд возвращается опять вот этот самый мультискрин. Я не просто так поставил здесь PTZ камеру от компании RGB Link. Дело в том, что этот маленький микшер управляет камерами PTZ по протоколу Виска и можно рулить сразу 8 камерами. Как это работает? Очень просто. Выбираем источник, если у нас прямое переключение, либо камеру в превью, если у нас используется T-bar, в данный момент он отключен, и джойстиком аккуратно управляем камерой. Вверх-вниз, слева-вправо также работает зум, и из интерфейса микшера можно подстроить фокус и яркость. Этого вполне достаточно для оперативной настройки, но если вам нужно что-то посерьезнее, то, конечно, необходимо зайти в интерфейс камеры. Еще, конечно, стоит рассказать про управление микшером от компьютера. На моем макбуке запущено приложение X-Pose, и оно копирует, в общем-то, верхний интерфейс вот этого микшера. Если я нажму здесь кнопку 1, то у меня переключится микшер на вход 1, 2, 3, ну и четвертый вход не подключен. Также можно вызвать шорткат с меню 1, 2, 3, 8 и, естественно, зайти в меню. Оно достаточно большое, но мы с ним разберемся в следующих роликах, где я расскажу про как раз что же может микшер в деталях, какие функции он выполняет и почему он лучше многих моделей на рынке. В следующем видео я расскажу про подключение к компьютеру для захвата материала, управления, пожалуй, несколькими камерами PTZ, режимах просмотра, микшера, картинки в картинке, хромакея, записи на внешний диск, на флешку и еще про некоторые интересные функции. Давайте оставаться на связи, не прозевайте новые ролики на канале ProLand TV, также заходите в наш Telegram ProLand и Яндекс.Дзен, соответственно, тоже ProLand. С вами был Михаил Кобзарь, всем пока!